Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас мукбанг с грузинскими хингалями. Их давненько не было. Рецепт я вам обязательно оставлю в инфобоксе. Переходите, обязательно готовьте. Но дело не в том, что я просто не снимала их, а я давно их не кушала, реально. Я прям очень соскучилась. Здесь еще соус. Кстати, ссылку на соус я вам тоже оставлю. Он просто обалденный. Это прям одно из моих самых любимых блюд. Реально очень вкусно. Это просто не сравнится с пельмешками. Это совсем по-другому. Я вообще люблю все мучное. И гюрза, и пельмени, и дюшпера. И грузинские хингали. Я все это с удовольствием просто кушаю. У нас погода такая замечательная. Прям погода, о которой я мечтаю. Ни жарко, ни холодно. Идеально. Вот бы все лето так было. Правда, для моря погода не вау. Ну, что касается всего остального, просто погулять. Пойти на спорт, встретиться с подругами. Хотя последнее время, последние, наверное, полтора, может, два месяца, я почему-то перестала общаться со всеми. Я как-то, не знаю, в себе. Вообще, честно, ни с кем не общаюсь. Хотя и контент, они вау выходят, да? Иногда просто слушаю музыку, лежу о чем-то, мечтаю о чем-то, думаю иногда, грущу. Я обожаю брокколи. Вообще, этот год для меня выдался очень неудачным. Да, мне кажется, для всех. То война, то отключение монетизации. Там люди гибнут. Все это, конечно, очень негативно влияет и на нас, на людей, которые смотрят со стороны, и то, что происходит. В прошлом году я мечтала, чтобы 2021 год наконец-то закончился. Этот карантин, все эти ограничения и так далее. Сейчас просто резко наплевать стало. Слышу новости про то, что появился какой-то новый вирус, обезьянья, оспы или что-то такое. В общем, теперь опять ограничения. Но мне кажется, всем уже настолько наплевать. Хоть какой вирус, хоть чума, хоть скажешь, что вот сразу заразишься, через 5 минут умрешь, мне кажется, всем уже будет плевать. Скажешь, ну ничего, значит, такова судьба. Когда я только узнала про коронавирус, у меня была такая паника. Я накупила продуктов. По-моему, даже во влоге вам показывала. Думала, все, не выйдем из дома. Накупила гречки, мыло. Сейчас вспоминаю просто свое поведение. Самое смешно от того, как я себя выла. Со временем на все ситуации ты смотришь уже по-другому, уже более осознанно как-то. Сейчас у меня на канале, наверное, видео будет выходить не так часто. Потому что я уезжаю в конце месяца. Мне надо снять материал, чтобы я спокойно могла уехать. А видео выходили. Это надо в день по два мукбанка, наверное, снимать. Очень вкусное. Обязательно посмотрите рецепт. Потому что по этому рецепту именно тесто получается обалденным. Вы можете его хоть долго варить. Как видите, они не разваливаются. Поэтому обязательно переходите. Ну, после просмотра мукбанка, естественно. Короче, этот год какой-то неудачный для меня. Причем со всех сторон. Хочется, чтобы этот год поскорее закончился. Я человек несуеверный. Ну, почему-то. Я вот верю, удачный, неудачный. Я поменяла свой номер. И после того, как я поменяла номер, у меня прям сразу появилось несколько проблем. Я поняла, что этот номер для меня он неудачный. Возможно, это звучит как бред сумасшедшего. Но все же... У меня было кольцо. А оно мне приносило удачу. Вот реально, когда я шла... Я все один раз срезалась. То есть, ну, на экзамене экзамен не сдала. И вот на этом экзамене я была без этого кольца. Возможно, это самовнушение. То есть, не было такого, что я, например, не учу ни один вопрос. И просто надеваю это кольцо и прохожу. Нет. Просто, когда я с этим кольцом, мне попадались вопросы, которые я знала хорошо. К сожалению, в жизни так получилось, что это кольцо мне пришлось продать. Возможно, это самовнушение. Но это кольцо реально приносило мне удачу. Но я знала об этом, но все равно продала это кольцо, потому что у меня не было другого выхода. Осталось у нас всего два. Вот этот красавец и вот этот. Солнышко то заходит, то выходит. Поэтому освещение то хорошее, то не очень. Соус, кстати, острый прям. Скоро из ушей будет пар. Как зашли. Смотрю на время. Всего 10 минут, я уже все доела. Некоторые писали в комментариях, что вот ты занимаешься спортом. Какой в этом смысл, если ты не придерживаешься питания? Я с вами в какой-то степени, наверное, соглашусь, потому что 50% это питание. Но дело тут не только в мукбанках, если честно. Конечно, мне проще будет сказать, что дело в мукбанках. Мне надо снимать контент и так далее. Дело в том, что я очень зависима от вкусной еды. Я не чувствую себя счастливой, если я ем что-то невкусное. И даже когда я худела, когда я была на диете, я просто уменьшала свои порции. Не знаю, в 70 раз, но все равно кушала свои любимые вещи. Ты что? Вообще, этот сок надо выпивать. Подружки у меня сидели на гречке. Там разные диеты, которые реально помогали. Я сразу поняла для себя, что я не смогу кушать то, что надо. Я должна есть то, что мне хочется. Пусть даже в минимальных просто объемах. Я первые 4 дня соблюдала строго диету, которую дал мне тренер. Но, вы знаете, за эти 4 дня, не поверите, но я похудела на 3 килограмма. Потому что мне не хотелось так много есть, как указано там. Поэтому я решила ничем. Буду кушать то, что хочу. Заниматься параллельно спортом. Смогу собрать для себя идеальную фигуру? Смогу. Нет. Просто физическая активность. Потому что я постоянно дома, постоянно лежу. Это тоже не дело. Я поела. И, честно, не могу сказать, что я прям на 100% наелась. Надо было варить чуток побольше. Но это было нереально вкусно. Обязательно переходите в инфобук, смотрите рецепт, подписывайтесь на мамин канал. На этом все. Всех люблю, целую. С вами была Айка.